Я Никита Панин и это программа Инфоповод. Расскажу об информационных поводах недели, на которые мы обратили внимание. Здравствуйте. Представители молодой гвардии Лобни устроили на стадионе Москвич флешмоб, выстроившись в английскую букву Z. Таким образом, молодые люди выражают поддержку спецоперации, проводимой в Украине, и президенту страны. Поддержать правительство и вооруженные силы в выходные также вышли лобнинские автомобилисты, приняв участие в автопробеге. Об этом в нашем сюжете. Более 100 автомобилей проехали по центральным улицам Лобни и историческим местам, которые напоминают о подвиге наших земляков. В автопробеге приняли участие депутаты, представители общественных организаций, ветераны боевых действий и молодогвардейцы. Сегодня с нами не только молодогвардейцы. Сегодня здесь просто жители, которые успели откликнуть. Сегодня здесь члены партии «Единая Россия», сотрудники администрации, члены общественных организаций нашего города. Сегодня все приехали сюда поддержать нашу акцию в поддержку решения президента о проведении спецоперации, в поддержку нашей армии, которая сейчас на передовой, которая сейчас отдаёт свои жизни ради нашего общего мира. Мы ветераны боевых действий против нацизма и нас со всеми жителями города Лобни, со всем сознательным человечеством объединяет одна вот эта идея, это борьба с нацизмом сейчас. И вы знаете, Россия сейчас воюет за все, за весь наш мир, за все государства, за весь народ. В 86-88 я находился в городе Джалалабади. Это демократическая республика Афганистан. Еще в 90-м году в Таджикистане и в 92-м году застал неприятности. Надо выразить солидарность решению нашего верховного главнокомандующего, потому что решение непростое. В 8 лет мы это наблюдали и переживали вместе с ними, как могли помогали. И этот шаг, хоть и нелегко дался, но он верный. Участники автопробега возложили цветы к мемориалу «Звонница» и братской могиле воинов «Вечный огонь» на Красной Поляне. На автомобилях были размещены литера «З» и лозунги «За Путина», «За Победу», «Защита», «Своих не бросая». Жители города, общественники, депутаты, все, кто готов выступить в этом автопробеге в поддержку президента, в поддержку наших ребят, которые проводят спецоперации на Украине. Все за Россию, подъем патриотизма высочайший. Мы чтим память наших отцов, дедов, которые сражались за нашу родину с фашизмом и хотим, чтобы мир был без фашизма. В акции приняли участие все российские регионы. Десятки тысяч автомобилистов проехали по главным улицам и проспектам городов страны. Москва и Московская область показали самые высокие показатели. В столице свыше двух тысяч автомобилей приняло участие в акции. Общая протяженность колонны составила 12 километров. В конце недели общественники Лобни планируют провести еще одну акцию – флешмоб в поддержку президента России. Еще одна необычная акция в Лобни прошла 8 марта и была она посвящена, конечно же, Международному женскому дню. Представители компании «Автоперевозчика» дарили женщинам в автобусах цветы, а проезд для них в этот день был бесплатным, как это было в нашем видео. Ежегодно мы поздравляем наших женщин в этот день. Также мы предусмотрели в этот день бесплатный проезд для женщин. В дальнейшем мы будем менять подружный состав на новый автобус. Все для вас. Поздравляем вас с 8 марта! Поздравляем вас с 8 марта! Поздравляю вас! Желаю вам добра, любви, чтобы в ваших сердцах всегда царил мир, спокойствие и улыбки всегда присутствовали на ваших лицах. В канун 8 марта представительницы прекрасного пола принимали поздравления и в городской администрации. В этот день вниманием и цветами была удостоена каждая женщина. На входе в конференц-зал им дарили тюльпаны, олицетворение весны, нежности и тепла. Среди гостей представительницы сфер образования, культуры и других социальных областей города. Пожелания здоровья, семейного счастья, мира и любви прозвучали от главы города Евгения Боришевского и председателя Совета депутатов Александра Кузнецова. На сцену пригласили победителя четвертого сезона телешоу «Фабрика звезд» Антона Зацепина. Артист исполнил свои лучшие хиты – книжки о любви «Полюшка, широка река». Разумеется, не обошлось и без шуток. Так виновницам торжества удалось зарядиться отличным настроением. Концерт замечательный. Сегодня было действительно, наверное, положено начало праздника, начало весны. И замечательное настроение у всех женщин, у всего зала. Огромное спасибо, слова благодарности нашему главе Евгению Васильевичу за такой подарок. Я очень люблю этот праздник, потому что действительно именно в этот день мужчины прям стремятся говорить нам слова любви. Те слова, которых нам в обычной жизни в быту очень не хватает зачастую. Когда ты устаешь, когда ты расстраиваешься. А в этот день, мне кажется, нас любят все мужчины. В Лобни подвели итоги конкурса «Воспитатель года-2022». Кто будет представлять наш город на областном этапе конкурса, узнаем из сюжета. Пятеро воспитателей из детских садов «Золотой петушок», «Березка», «Рябинка», «Антошка», «Радуга» стали участниками городского этапа конкурса «Воспитатель года». Проходил он с 28 февраля по 4 марта. Педагогам предстояло пройти два испытания. Дать открытое занятие с малышами по выбранной теме. Конкурсной площадкой стал детский сад «Ручеек» и провести мастер-класс для своих коллег-педагогов на базе школы номер 9. Итоги подвели 10 марта. Лауреатами конкурса стали Светлана Саидова в номинации «За целеустремленность и умение увлечь», Лилия Малерова «За творческий подход и романтику души», Сирануш Огонян «За лучшую педагогическую находку», Елена Каткова «За верность делу и мастерство», Юлия Ряшенцева «За неординарные решения и изобретательность». Победителем конкурса стала Елена Каткова из детского сада «Березка». Ее педагогический стаж 13 лет, но малыши не перестают ее удивлять и радовать. И за это она любит свою профессию. Им должно быть интересно с нами, нам должно быть интересно с ними. И чем дальше, тем больше мы их узнаем. И что-то новое с каждым поколением, все новое и новое для нас. Кроме диплома, победителю был вручен сертификат на 50 тысяч рублей. Теперь Елена будет представлять наш город на областном этапе в апреле. «Воспитатель года» – это не просто конкурс, а прежде всего новый импульс для развития, совершенствования и обмена опытом. Общаясь с коллегами на областном уровне, мы все равно получаем большой поток информации, которой, возможно, нет у нас, или есть к чему поучиться, есть к чему стремиться. Это здорово. Подробнее расскажем в программе «Акцент». В седьмой раз в Лобне прошла зимняя велогонка «Снежные дюны». Может показаться, что езда на велосипеде зимой – это нечто необычное. Но на самом деле при должной подготовке и сноровке ничего страшного в этом нет. И в очередной раз это доказали участники велогонки «Снежные дюны». Необычные соревнования уже успели стать визитной карточкой города. Профессионалы и любители ждут этого события и готовятся к нему заранее, следуя маршрут гонки, который традиционно пролегает по живописным местам Лобнского лесопарка. В этот раз в соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов со всего Подмосковья. Стартовав с территории стадиона «Москвич», велосипедисты преодолели дистанцию 18 километров по заснеженной трассе. Легкими эти соревнования назвать нельзя, но и в них не обошлось без прекрасного пола. Восемь девушек поборолись за три призовых места. Наравне с мужчинами они преодолели заявленную дистанцию и уверенно финишировали. Победителями стали Дарья Монченко, Ирина Коллегова, Марина Ростовцева. Среди мужчин самыми быстрыми оказались Николай Андреев, Юрий Балев, Виталий Скоробогатов. На каких земельных участках можно построить баню и как ее зарегистрировать? Помощник прокурора города Лобня Мария Устинова разъяснила некоторые требования законодательства при возведении хозяйственных построек. Росреестр выпустил информационное письмо, где разъяснил, на каких земельных участках разрешена постройка бани. Если участок предназначен для садоводства, на нем можно возвести хозяйственные постройки, в том числе бани. При этом, если постройка будет на фундаменте, то ее придется зарегистрировать, так как в данном случае она станет объектом капитального строительства. Если участок предназначен для огородничества, то строить на нем бани и другие вспомогательные постройки капитально, то есть на фундаменте запрещено, на участке по ДЖС можно возводить баню. Кроме того, в данном информационном письме разъяснены особенности постройки бани на участках, способных хозяйством, находящимся в частной собственности. Поясняется, как зарегистрирована баня, если она является объектом капитального строительства. Данные требования также отражены в земельном кодексе и в Годостроительном кодексе Российской Федерации. Это все информационные поводы на сегодня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok